Можешь выключить. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня показываю вам фронт работы, который я вчера до 12 ночи делала. Это зал, если что, большое окно. Вот эту вот стену я вчера зашпаклевала до 12 ночи. Если бы не дети, я бы дальше вышпаклевала. Но свет надо было выключать, так как дети спать хотели. Вот в целом. Сейчас буду это все выравнивать. Потом вот этот стол мы передвинем туда и буду дальше шпаклевать. Грунтовка уже прошла немного. Сейчас еще пройдусь. И будем дальше работать. Ты обои обдираешь? Да. Молодец, отдирай. Ну. Ладно, дорогие друзья, приступаю к работе. Раствор уже навела. И начинаю выравнивать стены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, заштукатурила... Накидала пока, но у меня не хватило. Раствор закончился. Туда сейчас ждем. Юра должен родственник привезти. Сейчас им денежку переведу на карту. Ну, вот в целом. Закидала еще выравнивать. Буду пока пойду поем. Пока жду раствор. Потому что аж голова кругом идет. Я забываю, что надо кушать. Иногда хотя бы. Ну, вот в целом как-то так у меня обстоят дела. Ладно. Ждем раствор и идем обедать. Или что, у нас время уже 4 часа вечера. Уже ужинать скоро. А будто я еще даже не завтракала, не обедала, не ужинала. Ладно, идем кушать. Так, дорогие друзья. Закончила закидывать стену. Сейчас даю полчаса подсохнуть. Потом буду выравнивать. Вот в целом все в зале закидала. Тут у меня Олеся есть за компьютером, как всегда. Так. В целом, в целом. Как-то так. И сейчас пойдем посмотрим, что у нас там в комнате творится. Тут мультики ребята смотрят. Поэтому уж как-то так. Тут вот так вот, ребята. Тут подсохло. Хорошо можно уже дальше работать. Все, ребят. Более-менее выровняла. Сейчас все уже осталось. Потом мастику, наверное, возьму, замажу. Или чем-то там замазать, чтобы оно беленькое было. Красивое. Более-менее выровняла. Но еще вот здесь вот. Катя взяла веник, прислонила сюда. Вредные. Попросила их на полу убрать. Они... Смотрите, как убирают. Да видишь, убирают. Они не снимают. С телефоном в руках. И там вот наверху муж запенит. И все. По сути, все будет. Ладно. Пусть какая убирает. Да мне полы надо успеть помыть. Всем-всем-всем добрый день. Мы собрались со Светой и с Катей в город. Поеду сначала двоих буду одевать. Ко школе. Что у меня все волосы в штукатурке. Маску надо брать? Обязательно маски брать. Сейчас я вас помню. Я все маску хочу. Я забрала. Катя маску забыла. И мне надо в администрацию еще зайти. У меня все волосы в штукатурке. Представляете? Хотя вчера в бане мылась. Они не вымылись. А я знаю, что здесь голубей много было. Мы сегодня утром почти тут голубей прям много было. У нас дождик сегодня был. И я сегодня решила себе дать выходной отдохнуть немножко. Я сегодня отоспалась. Вот честно говоря, я сегодня спала. И лечу руку. Я на ночь ее бинтовала. У меня вот что с рукой. И она немного припухла. Вчера, когда уже домазывала остатки, она аж кровила. Ну, я, слава богу, все за штукатурю. Сейчас дам сутки просохнуть. С завтрашнего дня буду клеить обои. Начинать потихоньку буду в детских комнатах клеить обои. Ну, там мы решим, что да как. Муж у меня вышел на работу. Он с 8 утра до 8 вечера теперь будет каждый день работать. Так что, вот как-то так. Со мной едут Света. И где она там, Катюха? Здравствуйте, скажи. Ладно, идем на автобус и едем в город. Все, ребят, съездили мы в город. Закупились кое-что. Но мы с Свете не смогли найти брюки. Свете придется завтра еще ехать со Светой, с Машей и с Оксей. С Егором попозже поедем. Там Марине еще кое-что с Ваней прикупила. И продукты зашла. Представляете, у нас в магазинах нигде нет хлеба. Сейчас буду ставить бегом тесто и пожарю просто на печке, как лепешки дрожжевые. Потому что хлеба вообще, думаю, весь съели хлеб. И пипец. Ладно, идем домой. Сейчас устроим небольшую примерку вам. Свет, подожди, не кидай вот так вот. Показываем, что взяли. Свете взяли вот такой вот рюкзак. Пума. Чем, Света, по цене у нас был? Там есть ценник. Ну-ка, посмотри ценник. 812. А, 812 рублей. Да, вот такой вот портфель. Потом Свете взяли вот такие вот кроссовки. Какой размер? 41. 41. И Кате такие же кроссовки взяли, но размер 36. Дальше достаем, показываем, что купили. Сейчас, Мариночка, подожди тебе. Так, Кате взяли брюки. Вот такие вот классика. Здесь поясочком. Размер 23, номер 1. Вот они прямые такие. Здесь такие укороченные. Света такие же мерила, они совсем короткие. И блузку, показывай какую. Вот такую вот классическую блузку за 499. А брюки, скажу сейчас, 800 с чем-то были они. Ценника нету. 846 брюки, да, были. И вот блузка. Вот такая темно-синяя. Все, убирай, Катя. Сейчас, подожди, Мариночка. Мариночки мы взяли. Вот такие вот кроссовочки. Тик-ток. Сейчас, Ильюш, помоги померить. Дальше. Мариночки мало теплых штанов. Поэтому я и взяла вот такие вот. Тоже тик-ток, да? А, нет, это не тик-ток. Как это? Лол. Лол. Ну, так. Брюки 349. А кроссовки цена, что у них? 490. 449. Дальше, дальше, дальше. Сейчас покажем, что у нас дальше. Дальше. Ну, сейчас одену, подожди. Взяли, Мариночки, вот такую вот шапочку. Сразу идет с шарфиком она. Видите, такой на шее шарфик и шапочка. Вот такая вот красивая. Надеть их, примерять не буду. Видео их показывать пока не буду. Дальше. Ванечки взяли вот такую вот шапочку. Почему-то мне понравилась она. Вот такие вот в целом все наши покупки. Ладно, сейчас померяем с Мариной кроссовочки. Так, вот, дорогие друзья, наши были все покупочки. В целом, немного купили. Но мы не смогли Свете найти брюки. Ей или сильно короткие, или же, получается, в попе очень велики. И некрасиво. Можно было, конечно, и подшить. Вот мы там одни подбирали. Так более-менее. Марин, помолчи, пожалуйста. Будь другом. Они в целом нормально, но они очень длинные. Там где-то вот настолько длинные. Но они в талии, все везде, в попе, везде все хорошо ей. Марина надела кроссовки, уже ходит ей. Она довольная, да, Марина? Да не надо ноги поднимать. Не надо. Зачем? Показать. Показать. Так и так знаем, что они на тебе хорошо сидят. Завтра, если все нормально будет, завтра садик не работает. Отключение воды, поэтому вот маленькие дома остаются. Ну, посмотрим. Если получится, то я поеду... Что? Ну, а где взяли? Папа сходил, наверное, взял. То я тогда поеду с Машей, Оксей и со Светой Брюкищей искать и Егора с собой возьму. А где ты с меня? Ну, потому что тебе ничего такого не надо. У тебя все есть штанишки, мама тебе купила, кроссовочки купила. Ваня сегодня увидал у Марины кроссовочки и тоже заистерил, что ему тоже на кроссовочке. Ну, вот как-то так. У нас сейчас уже вечер, время половина восьмого вечера. Я сейчас сварю, наверное, что-нибудь покушать еще. Суп девочки кушают, да, Оксана? Покушала уже, что ли? Нифига себе, ты быстро поела. Ладно, дорогие друзья, на этом я с вами попрощаюсь и начну записывать новый влог. Уже на кухне буду готовить. Что, Марин, помолчи, пожалуйста, чуть-чуточку, хорошо? Я сейчас попрощаюсь со всеми. Хочешь попрощаться со всеми? Пока. Да, скажи пока-пока. Пока-пока. Всем желаю здоровья, всем желаю успехов. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok